Большая красная угроза передаёт привет всем пролетариям нашей необъятной. Ну а у микрофона как обычно маловар гейминг, мы продолжаем проходить кампанию за СССР в моде на холодную войну. Товарищ Сталин до сих пор находится в добром здравии, а на дворе у нас уже 1954 год. И пожалуй стоит заняться ядерными исследованиями. Ядерная энергия это конечно не игрушка, но без неё у нас не будет паритета со странами НАТО. Ну и как вы помните мои дорогие друзья, в прошлом видео мы с вами остановились на том, что нам с вами необходимо было решить кому же мы всё-таки отдадим Карабах. И большинство из вас было за то, чтобы мы передали этот регион Армении. Ну а товарищу Сталину ничего не остаётся кроме как согласиться с вами, трансфер этого региона произведён. Новый хозяин этих земель определён, а это значит что мы можем продолжать двигаться дальше. А противоположную сторону конфликта Иосиф Сталин получается у нас решает депортировать. Пока неизвестно каким событием это может привести в будущем, но обстановка явно накаляется. А у нас с вами ещё и МакАртур активизировался и тут милитарюга явно задумал что-то недоброе. Ну и в общем-то оставьте сделаны. Началась депортация из Нагорного Карабаха. Вопрос только в том, что будет дальше. Смогут ли такие серьёзные решения повлиять на отношения между этими двумя народами? Или исконная вражда так и будет продолжаться годами? Как бы то ни было, СССР втянул себя в этот конфликт и назад дороги нет. Ну а для нас собственно привычное дело решать проблемы союзных республик, так что куда наша не забиралась? А вот зачем вожди стабилизируют Грузию, это уже вопрос, который будет долгое время оставаться открытым. Можно конечно сказать, что он собирается сохранить идентичность и самоопределение народов, которые населяют эти земли, но тут явно что-то не так. Параллельно вождь готовится к перенаселению из Центральной Азии. А вот и выясняется цель всех этих мероприятий. Товарищ Сталин хочет прекратить межэтнические конфликты. Но стабильность нашего государства всегда остаётся незыблемой основой правления вождя. Он начинает депортацию предательских элементов из Германии. Эта ситуация может серьёзно насолить нашему престижу на международной арене. Массовые депортации уже начались. В мировом сообществе активно обсуждается эта новость. Ожидается, что советское правительство направит подозреваемых в антисоветских активностях на север Казахской СССР. Откуда товарищ Сталин изгнал поволжских немцев в начале Второй мировой войны. Массовые депортации широко осуждаются в некоммунистическом мире. Но советское правительство остаётся приверженным этой политике. Ну всё, теперь можно с уверенностью говорить о том, что отношения с западным миром серьёзно так испорчены. Всё же союзники продолжают бредить восстановлением Германии под империалистическими знамёнами. А Сталин, естественно, не может допустить такого развития событий. Следующим шагом мы постараемся разобраться в том бардаке, который возник вокруг Туркской ССР. В Центральной Азии начинает своё развитие активная миграционная политика. И всё это дело явно преследует цель сохранения этнической однородности. Но и вместе с этим явное уничтожение потенциальных источников беспорядков. Многие считают, что такие действия приветствуются подавляющим большинством населения. Но тем не менее антисоветские активисты утверждают, что депортация искореняет общины, жившие целыми поколениями по всему региону. И провоцируют этническое соперничество между другими государствами. Ну и товарищи украинцы тоже возвращаются домой. И на этом, будем надеяться, миграционная политика на какое-то время закончится. В Центральную Азию украинцы пребывали волнами ещё в 18 веке. И эти переселения продолжались вплоть до наступления советской эпохи. В 30-х и 40-х годах украинцев стало на десятки тысяч больше. Это было связано в первую очередь с преследованием кулаков. А во-вторых, с тем, что как только началась Вторая мировая война, были депортированы и подозреваемые в симпатиях фашизму и коллаборационизму огромное количество людей. И теперь Советский Союз объявляет о планах начать депортацию всех украинцев из Средней Азии обратно в Украину. Однако есть много тысяч людей, которые на протяжении поколений называли Среднюю Азию своим домом. И, как сообщается, они недовольны запланированными переселениями. Похоже, что Советский Союз твёрдо привержен созданию и восстановлению этнической однородности социалистических республик для укрепления единства и предотвращения потенциальных источников беспорядков. Очень спорная политика и непонятно, куда нас заведёт наш новое государство. Ну и пора бы нам с вами заняться правой веткой фокусов. Очень скоро товарищ Сталин начнёт очередную серию чисточек. Следующий фокус у нас называется «Суд над 14-ю». И тут прослеживается явная отсылочка. Если помните, в 84-м году у нас был суд над представителями народной воли. Их как раз таки было 14. Там у нас были достаточно суровые меры наказания. Нескольких человек расстреляли. Часть из людей приговорили к пожизненной каторге, часть к временной каторге. Ну а кого-то даже сослали в Сибирь. И вот так вот под шумок всего этого безобразия Шалепина допускают к президиуму. Ну а нас тем временем интересует суд над 14-ю. Итак, сегодня в Москве судили 14 высокопоставленных партийных деятелей за государственную измену и контрреволюционную деятельность против правительства товарища Сталина. Среди этих официальных лиц Вячеслав Молотов, первый заместитель председателя Совета Министров. Микоян, министр внешней торговли маршалы, Климет Ворошилов и Семен Буденый. Арсений Зверев, министр финансов, а также многочисленные первые секретари партии Армянской Грузинской ЗСР. Многие повали в этот день под раздачу и среди них главный редактор правды Петр Поспелов. Все 14 чиновников были приговорены к смертной казни. Товарищ Сталин уверен, что теперь он полностью контролирует правительство. Такая жесткая чистка, знаете ли, вот вспоминается Ноустебек и Пикф из сталинской паранойи, когда он начинает расстреливать всех, кто под руку попадется. Ну суровые времена, но на них уже достаточно тяжело списывать такое большое количество жертв. Но зато с экономикой в новом государстве все более чем в порядке. Граждане могут быть уверены, что деньги вкладываются туда, куда требуется. Да и бюджеты постоянно пересматриваются исключительно в большую сторону. Ладенько, Жалепин у нас уже с вами введен в президиум, а это значит, что приходит очередь товарища Косыгина. Что ж, места в президиуме теперь достаточно, да и скорые чистки освободят еще пару мест для видных деятелей современности. А Косыгин это как раз таки тот человек, который может изменить нашу страну в лучшую сторону. А политика переселения продолжается и Армении и Центральной Азии переселяются на родину. А у нас с вами очередная чисточка. Первый был вроде как министром иностранных дел, ну одним из. А второй в годы Великой Отечественной войны возглавлял партизанский штаб в Беларуси. И считается, что две крупных партизанских операции, такие как Рельсова война и концерт, были как раз таки проведены при его непосредственном командовании. Короче, в узких кругах мужик довольно знаменитый, и я не совсем понимаю, зачем его чистить именно сейчас. Ну и получается, что эта чистка, это идейное продолжение суда над 14-ю. Первого обвиняют в шпионаже, а второго в коррупции. И если с Пономаренко всё понятно, то вот по поводу первого товарища возмущаются даже в Организации Объединённых Наций. И наконец, даже предполагаемый преемник Сталин оказался втянутым в обвинение. Георгий Маренков, член Совета Министров и второй секретарь КПСС, обвиняется в супружеской измене коррупции, бог весь знает в чём ещё. Дело быстро называется делом Голубцовой из-за его гражданской жены. Но на таком высоком посту в правительстве деятельность такого рода недопустимая, и Маренков пристал перед судом, был призван виновным. Каким же, собственно, будет наш вердикт? И тут мы, пожалуй, дадим дань уважения предыдущему суду и отправим Маренкова в Сибирь. Всё-таки туда ещё никого мы не ссылали, во всяком случае, за это прохождение. Интересно, кто станет новым наследником товарища Сталина? Маренков был интересным вариантом, он мог бы создать и такое технократическое общество, сделать из Советского Союза братство Сталина во времени. И было бы интересно посмотреть на развитие событий под этой призмой. Но, собственно, тут уж ничего не поделаешь, и товарищ Маренков отправляется в Сибирь. Тем временем финны хотят, чтобы мы убрались из нашей советской базы, которая находится на их территории. И здесь мы с вами, пожалуй, обострим конфликт. Если хотят забрать нашу военную базу, то пусть делают это огнём и мечом. И для обороны этой базы нам с вами нужно направить несколько дивизий. Я думаю, финны вряд ли будут обострять ситуацию в этом регионе, ведь наши войска будут находиться в шаговой доступности к их столице. Мы понимаем, что ветер дует от НАТО, и наш враг просто так не получит эти территории. Что ж, друзья мои, дальше у нас с вами начинаются переселения в Казахстане, Таджикистане, и в конечном счёте мы с вами формируем Германскую СССР. Короче, всё это дело я пытался прорашить для того, чтобы сделать Корею нашей новой марионеткой, и включить её в наш с вами альянс, но те решили стать под протекцию Китая. Немного обидно, но Китай не меньше, чем мы, я считаю, заслуживает того, чтобы разделить с нами сферу влияния над Кореей. Ну а тем временем товарищ Жуков становится министром обороны. И учитывая огромное количество чисток и того, что в нашем офицерском составе находится уже не так много героев войны, мне кажется, что его место мог занять разве что Конев, хотя Конев нам нужен также и на передовой. В любом случае, эти две личности, на мой взгляд, равно заслуживают того, чтобы выйти на верхушке этой пищевой цепи. И всё-таки, скрипя сердце, скажу, что у Жукова да. Наверное, всё-таки больший опыт ведения боевых действий, и в такие тяжёлые времена, когда всё находится на острие ножа, возможно, это и правильное решение. Ну и добро пожаловать, бывшие республики, и наши верные союзники в Варшавский пакт. Однозначно, теперь всему миру понятно, против кого мы собираемся обороняться, и ситуация будет обостряться с каждым днём. Но это означает, что и НАТО не будет сидеть сложа руки. И мне, если честно, прям будет очень интересно посмотреть на это противостояние. Совершенно очевидно, что после отправки Маленкова в ссылку, нам нужно подготовить наследие к нашему великому вождю. Интересно, кто же стынет тем, кто поведёт нашу страну в новое будущее? И совсем скоро наш великий вождь объявит о своей отставке. Что ж, на этой неделе советское правительство объявило, что официальная передача полномочий от нынешнего генерального секретаря Союза Социалистических Республик Иосифа Сталина состоялась, и новым преемником вождя становится Лазарь Каганович. Подготовка к мероприятию уже началась, и на Красной площади ожидается крупнейший в истории Советского Союза военный парад. Для многих эта новость стала неожиданностью, но все мы понимаем, что здоровье вождя стремительно угасает, и он более не может управлять нашим государством. Инсульт, перенесённый в 1953 году, серьёзно ухудшил состояние его здоровья, и многие переживают, что его смерть может наступить скорее раньше, чем позже. Ну и собственно Иосиф Сталин уходит в отставку, оставив этой стране прекрасное наследие. Наша экономика, армия и авиация находятся на пике своей формы, а это значит, что новому преемнику потребуется лишь продолжить его начинание. Ну и появляется ещё небольшая возможность увеличить финансирование, чем товарищ Сталин займётся в ближайшее время. Но у нас с вами достаточно большой доход для того, чтобы профинансировать и другие сферы жизнедеятельности нашего общества. И при этом наш бюджет по-прежнему остаётся профицитным. Ну и стала быть пара, товарищи комрады, начинать нам очередной 20-й съезд партии. И как раз-таки на этом съезде будет осуществлён, насколько я понимаю, транзит власти. Прекрасные новости, это означает, что больше у нас с вами чисток уж точно не будет, и Лазарь Каганович становится новым главой государства теперь официально. Мне кажется, что Сталин осуществлял все эти чистки лишь для того, чтобы взять себе в преемники человека, у которого есть такие же усы. И да начнётся 20-й съезд коммунистической партии Советского Союза. На сцене появляется товарищ Каганович, который будет проводить этот съезд, и также откуда-то берётся у нас с вами Лаврентий Берия. Ну и Маленков у нас с вами также будет управлять государством. Судя по всему, Каганович возвращает его из ссылки. И тот явно осуждает политику, проводимую Хрущёвым и Булганиным, которые осмелились противостоять действующей власти. Реакция на выступление Кагановича, как всегда, была неоднозначна. Это значит, что его будущее правление столкнётся с какой-никакой, но всё-таки оппозицией. На международном уровне наблюдается аналогичная ситуация. Все смотрят с боязнью и опасением на будущее СССР. И да, наше государство, к сожалению, не переходит на новую ветку фокусов, а это значит, что контент всё ещё находится в разработке. Именно поэтому во вкладке сообщества идёт голосование за новое прохождение. Но как только мод обновят, мы с вами вернёмся и продолжим линию товарища Кагановича. Переводить моды и делать работу с новыми переходами – это достаточно трудоёмкий процесс, поэтому прошу с вас награду в виде вашего царского ядерлайка. Ну и пожалуйста, напишите в комментариях, как вам новое качество контента, нравятся ли новые переходы или можно не уделять им внимания. Всё-таки время это отжирает порядочно. Ну и как всегда, благодарю всех и каждого за просмотр. До новых встреч, пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok